Рост цен на продукты и топливо в минувшем году был, но монополиста здесь ни при чём. Отчитался региональный фас на ежегодные пресс-конференции. Сейчас, в настоящий момент, действуют соглашения между производителями на плённый вид товаров. Это на сахар, муку. Там предельная цена должна быть не выше той, которой они зафиксировали соглашение. И действительно, на сахар цена часто бывает высокой. Но есть совершенно непривлекательный, некрасиво сфасованный сахар по той цене, которую задекларировали они, производители, при подписании такого соглашения. И получается, формальное соглашение выполнено. 327 миллионов рублей штрафов наложила Самарская Уфа за 2020 год. В топе нарушений – неконкурентные торги. Таких насчитали 75. Самая большая сумма штрафов, которая была наложена, это была наложена в рамках рассмотрения дела в отношении ПСУА и АКОР, муниципально-бюджетного учреждения, управления градостроительством жилищно-коммунального хозяйства Коловского района и Кошелев-проект Самара. Сговор на торгах, так называемый, при строительстве социальных объектов школы. Штраф был 138 миллионов. Всю доказательную базу по этому сговору на торгах в Уфас представила прокуратура. Сейчас дело по Кошелев-проекту рассматривается в 11-м апелляционном суде Самарской области.